Президент уточнил, что поправки, внесенные в законодательство, касаются лишь должности вице-директора ведомства. Он также напомнил, что летом этого года аналогичный проект был выдвинут депутатами блока АКУМ Юрием Ренице и Лилианом Карпом. Проект социалистов, касающийся СИБА, проголосованный в парламенте, касается очень простых вещей. Ведомство не выводится из подчинения президента, как многие хотят это представить. СИБА остается в двойном подчинении президента и парламента. Как было и ранее, глава СИБА назначается в парламенте. Такая же ситуация и теперь он назначается парламентом. Так было и месяц назад, и три, и десять. Единственное, что поменялось, замдиректора СИБА не назначается президентом, а назначается парламентом. И в чем проблема? Если я хотел бы назначить кого-то в СИБА, как спекулирует так называемая независимая пресса, я бы подписал сегодня указ, потому что у меня есть такое право. Игорь Дадон напомнил, что всегда выступал за укрепление полномочия президента, и именно он в свое время настоял на том, чтобы служба госохраны была в подчинении главы государства и не собирается менять это положение.